На следующей неделе в Тирасполе, Рыбнице и Дубосарах планируют на время перекрыть горячую воду. График отключения по районам появится в ближайшее время. Сейчас без горячей воды часть Днестровска, там продолжается ремонт сетей и оборудования. В столице сейчас полным ходом идет переоснащение одной из основных котельных. Старое оборудование отработало в свой давно уже нормативный срок. Были постоянные аварии, были постоянные перебои с электроэнергией, мигания. Было принято решение совместно провести работу факторного характера по замене электрических ячеек и обеспечить надежность работы оборудования котельной номер 4. На сегодняшний день один ряд уже ячеек смонтирован. Мы сейчас работаем по программному обеспечению, по безопасности электрического оборудования. Эта котельная обеспечивает горячей водой большинство столичных домов. Центр – Кировский, часть Балки. Прежнее силовое оборудование стояло здесь в 70-х. Новое, не такое громоздкое, проще в управлении, работает без сбоев. Сейчас здесь настраивают дистанционное управление. Раньше вся техника для работы котельной занимала помещение, как производственный цех. Сейчас это небольшой прибор с сенсорным экраном. Для того, чтобы переходить или включать силовое оборудование, нам необходимо было звонить диспетчерского ЕРС и вызывать их сюда, для того, чтобы они включили свои ячееки для выполнения этих работ. На сегодняшний день мы установили современный щит дистанционного управления, который позволяет нам включать оборудование, не выходя из операторской. За этот год Тиростеплоэнерго планирует построить 10 новых котельных по всей республике. Сейчас строительство идет в Дубосарах и селе Кицканы. Также в планах масштабная реконструкция теплосетей, теплопунктов и техническое переоснащение котельных, чтобы бесперебойно подавать тепло в дома. Продолжение следует...